сегодня я думаю у нас будут вопросы и ответы вот часть вопросов я уже получил заранее да но я должен сказать что некоторые из них они мне даже ну несколько непонятно но вы потом поймете почему вот тем не менее начинаем значит надежда беляцкая левич лавич какому игреку мы подключаемся когда читаем молитвы по вашей методике еще бог его старого завета иного один и тот же или это разные боги это не бог творец а кто но когда вы читаете монеты по моей методике вы подключаетесь к эгрегору единого знания что же касается старого и нового завета то там бог один этот бог яхва вот что это за бог вы наверное знаете вот это конечно не бог творец вот это тот кто командует сейчас на земле вот и все те безобразие которые творятся это так сказать его рук дело тоже вот татьяна хацко левич славыч на юрском семинаре вы сказали что создавать мысли формы человек может только начиная с 22 уровня гармония мы прошли вторую ступень с уровнем гармонии начиная с 11 мы учимся создавать мысли формы но они что они работают я собираюсь сейчас выложить статью которая касается как раз вот вопросов создания мысли форм с какого примерно с какого уровня примерно человек может создавать мысли формы с 22 уровня он уже полностью создает мысли формы но в принципе можно начинать создавать мысли формы и раньше вот мы считаем что где-то вот уже имея 15 16 уровень гармонии уже можно говорить что человек вот так там начинается создавать мысли формы уверенно вот с 22 он уже только мысли формы создает уже он так сказать в тот момент когда душа дает возможность создавать мысли форму на это время используют полностью лариса сагалов левич подскажите пожалуйста как пробудить душу дочери который не верит в бога она добрая хорошая девушка но живет этим миром я в детстве часто говорила о боге но видимо недостаточно очень бы хотелось ее пробудить моя мама умерла в страшных муках я всегда считал ее добрым человеком поэтому такая страшно почему такая страшная смерть что это значит для нас ее детей как мне жить теперь меня это сильно напугало что мне делать нет покоя на душе вижу эти мучения почти каждую ночь помогите пожалуйста может есть какая молитва ну во первых насчет дочери понимаете каждый человек приходя в этот мир он должен его освоить он должен его в него влиться должен там жить вот и как правило сначала человек изучает мир внешний вот и мы говорим про такого человека что он внешний человека есть еще человек внутренний тут который уже почувствовал что есть и внутри есть тоже целый мир внутренний и мы такого человека называем внутренним человеком то есть человек который обратил внимание на свою внутреннюю жизнь вот это жизнь души жизнь духа вот он уже он уже видит, что именно там находится управление жизнью. Он подбирается уже, как говорится, к центру управления. Если он уже познакомился со своим наставником, которого можно также назвать янгелом, хранителем и владыкой кармы, то у него уже есть возможность планировать свою жизнь вместе со своим наставником. И тогда это уже будет совсем другое планирование и совсем другое исполнение ваших планов. Теперь по поводу мамы. Дело в том, что когда мы говорим о карме, мы не понимаем на самом деле как она проявляется. Вот у вашей мамы проявляется карма. Причем проявляется в очень тяжелой форме. Вот. Но она никогда об этом не думала, никогда ничего не убирала. Вот. Ну и вы спрашиваете, что это значит для нас, ее детей? Это значит, что на ее на примере вы должны понять, что такое карма и начинать ее чистить. Вот. Как жить теперь? Чистить карму и свою, и своих детей, и объяснять людям, что вот такая жизнь, она потому, что человек не понимал на самом деле, что он где-то в прошлых жизнях он делал всякие гадости, а теперь ему приходится вот за это все, как говорится, отвечать. Альбина Шевченко. Я за сына очень большое горе. Молитву вашу он сам читал. И Акафист Иисусу. Пожалуйста, помогите совету. Ну, здесь очень важно, что если человек сам хочет, так сказать, избавиться от пьянства, то у него уже, значит, есть больше, гораздо шансов вот это дело завершить до, так сказать, победного конца. Здесь нужна воля. Если воли нету, тогда ничего не получится. Вот это очень важный момент. Пожалуйста, постарайтесь, постарайтесь вот эту волю в сыне воспитать. И тогда, я думаю, что вам удастся избавиться от этой вот беды. Татьяна Санвелян. Олег Вячеславович, а как, по вашему мнению, влияет на жизнь человека пение мантр? Ну, я должен сказать, что вообще музыка, она очень на человека действует. Она может действовать и в положительном, так сказать, ключе, и в отрицательном. Например, тяжелый рок может приводить к суициду. Это очень, так сказать, распространенные, известные явления. Мантры, они представляют собой специфические, если можно так сказать, упражнения звуковые. То есть, человек, он представляет из себя звуковое тело. То есть, он состоит из звуков. Вот. Это очень трудно, это очень трудно понять, но, тем не менее, это так. Вот. И поэтому, когда вы распеваете мантры, вот, то у вас происходит настройка. Вот представьте себе, есть такие инструменты, как скрипка, альт, виолончель и контрабас. Все они вроде бы устроены одинаково, но они все работают в разных диапазонах. Вот так же и чакры у человека тоже. То есть, энергетические центры, они тоже работают в разных диапазонах. Там есть приемники, есть передатчики. Вот. И, когда вы поете мантры, вы настраиваете вот эти вот ваши инструменты, ваши инструменты связи, ваши инструменты жизни. Вот. Это помогает вам лучше, лучше все воспринимать и лучше действовать. Дмитрий Щитков. Лев Вячеславович. Настрой Георгия Николаевича Сытина. Польза и вред. С одной стороны, научно доказаны положительные результаты. Думаю, это как-то связано с волновой генетикой Гореева. А с другой стороны, мы и сами можем писать такие для себя. то есть, но есть неуверенность. Наверное, Узытина тоже открыт канал, потому ему можно писать настрой, как вам, Лев Вячеславович, молитва. Ну, что я вам скажу? Я всегда говорю, что человек должен сам придумывать свои собственные молитвы, потому что каждый человек уникален. Если вы нашли молитвы, которые вам нравятся, которые правильно отражают ваше состояние, настроение, правильно отражают задачи, которые вы ставите перед молитвой, ну, конечно, вы пользуетесь, потому что их же писали люди, которые испытали определенные чувства, и я всегда говорю, что если молитва легла на душу, а это значит, что она вызвала резонанс в вашей душе, то это в какой-то мере ваша молитва. Но можно писать молитвы свои собственные, поэтому я думаю, что это нужно обязательно пробовать. Теперь, что касается настроев. Вы правильно заметили, что речь и, так сказать, язык, причем русский язык, вот, они очень имеют большое значение для системы управления человеком. то есть человек управляется и на уровне хромосом, и на уровне личности, и на всех промежуточных уровнях тоже. Поэтому и настрои, и ваша молитва, которую будет составлять, и настрои, которые вы сами для себя придумаете, все это будет прекрасно работать. Еще один вопрос. Если человек знает настрои, но не понимает причины, породившие ту или иную болезнь, это, наверное, схоже с лечением лекарствами, то есть отодвигает или переносит в другую область нерешенную проблему, но не устраняет ее полностью. В общем, интересны точки соприкосновения настроев и единого знания. Ну, я вам сказал, что единое знание, оно не особенно выпячивает проблему настроев, но если вы начинаете изучать собственно методики, которые используются в едином знании, то вы увидите, что там есть что-то вроде настроев, то есть мы очень широко это используем в своей практике, и практике очищения кармы, и практике исправления души. Нино Ландоридзе Хакала. Лея Вячеславович, скажите, пожалуйста, о каком карме идет речь, когда у человека в судьбе есть два брака, и еще как мы можем помочь нашим питомцам, собаке и кошке, чтобы следующий реангарнация у них была получше. Я даже не знаю, что отвечать на этот вопрос. вот здесь много замешано всяких представлений о жизни, моделей жизненных, поэтому надо знать конкретно, какую модель вы имеете в виду, и только тогда можно отвечать на этот вопрос. поэтому, ради бога, извините, вот я не знаю, не знаю, как на это отвечать, вот отвечать на несколько вопросов сразу, наверное, это неправильно, потому что такие проблемы, они еще будут возникать. Екатерина Сипаева. Муж чувствует от некоторых людей боль, не может это объяснить, самого его от этого начинает ломать, пробивает в пот, голова начинает болеть, и помочь не знает, как и какой смысл это просто чувствовать, что с этим делать. Я советую использовать вот как раз то, о чем я сейчас говорил, вербальное управление для того, чтобы от этого избавиться, попробовать во всяком случае. То есть вы составляете такую творческую установку для духовной созидательной молитвы, в которой вы говорите, что вот муж чувствовал вот просто так, как вы это написали, пишите там, теперь, а дальше идет такой текст, я отказываюсь от этого состояния, от этих ощущений и утверждаю, дальше надо написать позитивную формулировку, которая переводит систему управления человека совершенно в другой, если можно таскать, регистр. Ну, как, например, написать? Написать так, что я перестал, я перестал ощущать боль других людей, я люблю других людей, вот, вот это вот надо написать, и потом вы берете вот это вот, то, что вы написали, берете, вставляете в духовную созидательную молитву, читаете один раз. И с этого момента все должно быть по-другому, но при условии, конечно, что вы верите во все это. Евгений Тариков, «Прелюбдеяние с замужней женщиной, последствия для обоих, плохие отношения с отцом, отец умер, последствия этого, как исправить, какое наказание за плохое отношение». Ну, здесь нужно сразу сказать, что никто человека ни за что не наказывает. Просто человек так устроен, что когда он испытывает разрушительные эмоции, которые составляют наши черты характера, вот тогда и происходит, вот тогда происходит разрушение, ну, если хотите, это как раз является механизмом воздаяния, вот так можно сказать. То есть, когда у вас плохие отношения с отцом были, вы все время испытывали такие эмоции, такие черты характера, которые вас разрушили. Это карма. Вот, если вы научились себя вести, то никакого наказания не будет, потому что наказываете вы, как говорится, сами себя. Так, Елена Дагадина. Как вы относитесь к космоэнергетам, таким как Багиров, Петров, основатель космоэнергетики, с настройки на частоты, которые они дают желающим? Ну, с одной стороны нужно сказать, что есть такие значит частоты или, как они говорят, каналы, которые помогают лечить определенные болезни. Но сам сам эгрегор космоэнергетов, он на самом деле не принадлежит к светлым. Вот единственный его недостаток. Как это действует на человека, может ли навредить, если пользоваться самому, но не лечить других? Вот я вам сказал, значит, что здесь есть плохого, а что здесь есть хорошего? Маргарита Ганеева, Лео Вячеславович, является гора и ремель местом силы? Является. Если я правильно поняла, в одном из роликов вы говорили, что Крым центр рептилоидов и в то же время это место силы, куда хорошо переехать жить. Объясните. Ну, что тут объяснять-то? Вы еще только собираетесь, а они уже там живут, понимаете, они, соображаются, там место силы. Ольга Романова, как помочь маме 85 лет? Она слышит музыку, повторяющие куплеты по нескольку часов подряд, песен, которых не знает. Молитвы в этом случае могут помочь. Вот при условии, что вы составите такую молитву, которая будет вот эту практику будет ее формулировать как уже несуществующую. Попробуйте написать сами вот такую творческую установку для духовно-созидательной молитвы. Значит, только нужно что обязательно иметь в виду? Когда вы пишете позитивную формулировку, там не должно быть отрицаний, но и желательно вообще все писать в утвердительной форме. Татьяна Владимировна, Лея Вячеславович, меня преследует страх всю жизнь. Нет покоя. Я человек успешный и талантливый, хорошая работа. Работаю педагогом с детьми, человек творческий, самородок. Иногда мне кажется, что идеи мне спускаются сверху, провожу прекрасные занятия, пишу интересные конспекты. Очень много работаю. Так вот всего боюсь. Боюсь, что не возьмут на работу. Боюсь, что уволят. По 10 раз возвращаюсь домой, так как боюсь, что не выключила газ или не закрыла дверь. С памятью все прекрасно. Я все помню, но сама себе не верю и все время боюсь. Со страхом путешествую, летаю в Доминикане. Летать не боюсь, но боюсь не найти свой самолет, боюсь опоздать. Я устала бояться. Этот страх мне мешает жить. Чувствую, что это из прошлой жизни не знаю, что делать. Всю жизнь боялась зеркала, теперь перестала в 60 лет. то же самое. Я советую написать такую молитву, такую творческую установку, в которой вы пишете, что я все делаю прекрасно с первого раза. Обязательно вот эти все вещи, которые вас мучают, обязательно постарайтесь все включить в формулировку и тогда все будет по-другому. Вячеслав Супрон не могу найти спутницу жизни для создания семьи и рождения и воспитания детей. В работе и финансовом плане все нормально, житье есть 42 года, полагаю, проблемы во мне, как ее решать, не знаю, что это делаю, что что-то делаю не так. Анализирую, прихожу к выводу, что ожидаю, что это должно прийти само собой как бы случайно. Я это должен ощутить, что это мое, так как многие события происходят в моей жизни именно так. Помогает Всевышний. Возможно, можете подсказать или посоветовать в чем моя ошибка. Что делаю неправильно, как это связано с кармой. С кармой это связано с самым прямым способом. Поэтому я вам советую записаться на консультацию и мы с вами уберем те блокировки, которые вам мешают создать семью. Татьяна Хайцкого опять. Лея Вячеславовна, скажите, пожалуйста, как быстро сейчас воплощаются умершие люди? В течение года могут воплотиться. Лея Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться к зачатию и рождению ребенка. Необходимы для этого физические, духовные состояния, специальные молитвы, выборы, даты зачатия, ваши советы, рекомендации для беременной женщины и так далее. Вопрос поставлен очень широко. Я могу сказать только одно, что прежде чем думать о том, чтобы зачатие ребенка, нужно получить, если можно так сказать, анализ того состояния, в котором вы находитесь. А может быть на тонком плане существуют, как говорится, препятствия, существуют блокировки для рождения детей, хотя, скажем, медицина может вам говорить, что все нормально. И оно так и есть на самом деле. На физическом плане все нормально, а на тонком плане могут быть блокировки. Это и родовые проклятия, и благоприятные сценарии судьбы, и там много чего может быть. Очень часто приходится заниматься не с одним человеком, а с обоими будущими родителями. Александр Москалев. Лев Вячеславович, расскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться к зачатии рождения ребенка? Это мы сейчас обсудили. Так, Людмила Станкова, Галина Вячеславович, поясните, пожалуйста, тему молитвы за других людей, как это работает, в каких случаях применять, есть ли прок в тех свечах и молитвах, что ставим за ушедших родителей, и какие они, эти молитвы. Ну, молитвы, конечно, помогают всем, за кого вы читаете, но степень помощи может быть очень маленькая, а может быть очень сильная. Здесь какие факторы влияют? Значит, если вы читаете за, скажем, своего несовершеннолетнего ребенка, вы женщина, вот, мать, то это все сто процентов работает, так, как будто вы читаете все для себя. если вы читаете для своего мужа, то это уже другой, на самом деле, характер носит. То есть, муж сам самостоятельный человек, и он своими действиями может все ваши молитвы может, вот так сказать, убирать, например, вот, то есть, каким-то образом их косить. Вот, может ли, скажем, бабушка читать за ребенка, нет, не может, должна читать обязательно мать. Вот, и когда мы занимаемся очищением кармы, то за детей несовершеннолетних нужно обязательно читать мама. Вот это вот нужно обязательно понимать. Теперь насчет свечей. Свечи всегда ставятся, когда вы хотите очистить пространство. Вот, и они помогают, вот, применяйте их. Это очень хорошо. Для мужчин это вообще обязательно. Вот, потому что мужчина считается, в общем-то, разрушителем, скорее, чем созидателем. Поэтому дело дело в том, что когда творец создавал мужчину и женщину, он создал их как идеальных творцов. Их идеальность заключается в том, что у них соотношение разрушения созидания находится в золотом отношении. Так вот, у женщин больше созидания, а у мужчин больше разрушения. Ну, и в общем-то, это все известно, и люди этим пользуются, да? Вот, скажем, если вы женщина, вы хотите посадить что-то, да? Скажем, цветочка хотите посадить, да? Вы зовете мужчину, чтобы он скопал грядку. То есть, он уничтожает все, что там росло. Вот, и вы начинаете, вы начинаете, так сказать, заботиться о новой жизни. Вот, примерно, такие вот в жизни, связи мужской и женской энергии. Людмила Станкова. Лея Вячеславович, поясните, пожалуйста, за других людей, это я сейчас уже говорил, так. Наталья Бабичева. Лея Вячеславович, несколько лет я наблюдаю в своей жизни ситуацию, когда сильные негативные чувства, зависть у коллег, или наоборот, пожелание всего хорошего, высказанное эмоционально в мой адрес, вызывает у моей мамы, ей 82 года, моментально повышение давления, вплоть до критических пределов. Я стараюсь реагировать спокойно на все ситуации, происходящие в моей жизни, но, видя такую закономерность происходящего, не знаю, что делать. Духовную созидательную молитву я успеваю прочитать уже после произошедшего. Поэтому бывает, почему бывает такая реакция у мамы? Это потому, что у вас такая очень сильная связь. Вот. И я бы здесь посоветовал тоже использовать духовную созидательную молитву, написать для нее творческую установку и постараться изменить ситуацию. И еще при покупке мною каких-либо крупных материальных вещей, шторы в дом, пальто, обувь и так далее, я на своем пути обязательно встречу или похоронную процессию, или людей в трауре, или получу известие о смерти, с чем это может быть связано. Существует какая-то связь, и хорошо бы вы до конца не написали, у вас все это получается купить шторы в дом, пальто и обувь, или это все срывается. Вот. Если срывается, значит, это одно дело, если это получается, значит, это вам способствует. Вот. Ничего плохого тогда в этом нет. Мария Козина. Лея Вячеславович, на одной из лекций вы говорили, что эко-зачатые дети пио-роботы. Но я знаю одного искусственно зачатывающего ребенка, который видит тонкий план. Полагаю, что люди без духа на это не способны. Получается, есть исключения. Нет, я тоже знаю такие случаи. Это нормально, понимаете, на Земле очень много разных совершенно, как бы это сказать, существ, которые имеют вид человека. На самом деле есть человеки, вот, есть, так сказать, человек имеет свою собственную душу, огромное количество людей, которые души не имеют, вот, а живут они точно так же, как зомби, вот, или как био-роботы, да, то есть, как куклы, понимаете, то есть, есть кукловод, который живет, а вот это существо, оно ходит и управляется кукловодом. Вот, и таких людей очень много, очень больше 90%. Лея Вячеславович, у меня еще такой вопрос, как может обыкновенный человек почувствовать, на каком уровне находится душа близкого человека, который покинул тело? Например, когда мы вспоминаем его, существуют ли какие-нибудь знаки, или наше собственное душевное состояние в этот момент может определять это? Ну, для того, чтобы что-то определить, ну, в данном случае, например, на каком уровне находится душа близкого человека, нужно научиться этот уровень мерить, то есть, нужно создать систему измерения, вот, в едином знании она есть, вы можете ею пользоваться, вот, но если вы, так сказать, имеете канал, да, вы получите такой ответ, если вы не имеете канала связи, да, по которому вы могли получить такой ответ, то вы его не получите, вот, поэтому, как, как влияет наше собственное душевное состояние в этот момент, это тоже очень важно, да, потому что, если вы в этот момент не настроены получить такой ответ, то вы его и не получите. Алексей Куимов, Леонид Славович, как понять, на каком уровне развития находится душа? Ну, то же самое говорю, значит, здесь необходимо иметь систему измерения и необходимо иметь канал, по которому вы получите информацию вот на этом языке, на языке вот этих вот данных, которые вы будете мерить, это может быть уровень гармонии, это может быть, скажем, нравственность, это может быть разные вещи, вот, Виктория Сугатова, скажите, есть ли молитва в помощь Руду, кроме Парастаса? Ну, обычно вот эти вот все молитвы в помощь Руду, они все как раз носят ими Парастаса, то есть Парастасов на самом деле очень много разных, вот, и даже если вы возьмете наш сайт официальный, там есть Парастас, который обычно используется в церкви, вот, он и пошел оттуда, вот, в общем, и есть такой Парастас, который, собственно, уже мы сами, если можно так сказать, создали, потому что, потому что мы считаем, что отчитывать весь Руд, это нельзя делать, потому что если у вас никто не просил, чистить человека не нужно, и нужно читать очистительные молитвы только для тех, кто попросил об этом, но для этого надо эту информацию получить, вот, когда человек присоединяется к Роду, то у такого человека есть как раз возможность Род почистить, и мы всегда используем такую возможность, если она, если возникает такая необходимость. Светлана, Лев Вячеславович, вопросы глубокие, проходила регрессию через контактера, как вы, так выяснилось, что моя жизнь на Земле четвертая, молодая душа, раньше была мужчиной, проживала в США, оттуда тянется кармический узел, в связи с этим вопросом, как душа может перевоплощаться в разные национальности, даже в те, с кем идет такая генетическая враждебность на сегодняшний день. Хочется оставаться чистой славянской крови и в дальнейшем. Это первый вопрос, я так на него сразу буду отвечать, потому что там есть еще второй вопрос. Вот, дело в том, что вопрос о том, как воплощается дух, вот, этот вопрос решается, если можно так сказать, автоматически, на основе физических законов. То есть, человек имеет определенную энергетику. Эта энергетика должна резонировать с энергетикой того рода, который даст ему напрокат под натику, на будущую жизнь, даст ему душу. И вот, эта душа, она человеком используется в течение жизни, а после, после того, как человек уходит, он эту душу, если можно так сказать, возвращает в род, который ему эту душу дал. и таким образом идет совершенствование рода, если душа совершенствовалась, ну и, соответственно, идет деградация рода, если душа деградировала. Ну, а что касается национальности, это может быть все, что угодно. Например, ваш ребенок, когда находится в утробе, он говорит на очень многих языках, на которых он раньше разговаривал в предыдущих жизнях. Вы просто об этом не знаете. А когда он издал первый крик, он все забыл. Поэтому он вообще чувствует и что и видит, лучше сказать, чувствует все ваши чувства, чувствует все чувства отца. Поэтому, если у вас возникает, например, идея сделать аборт, то для него это, представляете себе, какой стресс. вы ему сказали, что вы сейчас его убьете. Поэтому нужно понимать, что единственное, в чем вы можете ребенку не уступить, это в любви. Все остальное он знает и сделает лучше вас. Вопрос второй. По вашему мнению, как можно достичь максимального роста, изучения, прозрения, осознанности и чего еще такого, чтобы не перевоплощаться в дальнейшем на земле. Ведь душа приходит за опытом. существует очень много школ, которые дают практически, практически дают рекомендации по вашему вопросу. Это нужно все изучать. Много таких школ в Индии, но не только в Индии, и они есть у у нас практически каждая религия что-то об этом говорит, но лучше обратиться на Восток, там больше мастеров, которые могут вас чему-то научить в этом плане. Вопрос третий. Действительно ли душа выбирает все будущих родителей заранее за три месяца, и только потом происходит ход событий, встреча зачатия рождения? Вы знаете, это тоже очень интересный вопрос, потому что какой придет ребенок решается в момент соития, в момент зачатия ребенка. С другой стороны, я знаю немало женщин, которые своих будущих детей видят еще даже до того, как они вышли замуж. То есть здесь есть очень много вещей, которые мы не понимаем, вот, но я думаю, что понятно, что есть кроме вот того общего правила, о котором я рассказал, есть еще, видимо, и какие-то связи между будущими родителями и детьми. Мы знаем, что есть кармические связи, скажем, это убийство, это, так сказать, насилие, но ведь кроме, кроме что называется гадости человек может вести замечательный образ жизни и люди встречаются опять, потому что они, скажем, были мужем и женой, прекрасно любили друг друга и таких и таких тоже очень много примеров. Вот, поэтому давайте так будем подходить к этому вопросу сознательно. вот, и когда вы чистите карму, вот, если у вас есть, скажем так, кармические какие-то связи, которые можно убрать, мы их убираем, если их нету, значит, тогда все нормально. Елена Кульчаковская, здравствуйте, всего за 5 месяцев до от простановки диагноза от рака мозга умер муж. Есть ощущение, что я и дети не смогли ему помочь перерегтироваться в духовном плане. Отчасти это был его выбор. Что можно сейчас сделать, чтобы помочь его душе при следующем воплощении? Куда сейчас отправляются души рано ушедших людей, не прошедших перехода? для каждой души или для каждого духа, я бы сказал так, для каждого духа, который приходит сюда на землю, вот, есть задача набрать определенный опыт. Это хорошо объяснять, но иногда человек не может набирать новый опыт, он вынужден сначала избавиться от тех безобразий, которые он сделал раньше. И вот мы же уже обсуждали такой момент, когда, скажем, человек умирает в страшных мучениях, а понять в чем дело не может. А здесь все просто, надо исправить сначала те ошибки, которые вы совершили раньше, и тогда вы уже можете собирать новый опыт, и это будет для вас очень приятно. Когда человек заканчивает жизнь, его душа продолжает развиваться, если можно так сказать, но сначала она находится в ментале, где, собственно, чувств нету, нету эмоций, а когда начинается воплощение, он опять снова такие возможности получает. всю жизнь прожила в любви, воспитывала в любви детей, но есть страх одиночества в старости, как от него избавиться? Ну, вот таким же образом, как избавляемся от всех страхов, я уже этот вопрос обсуждал. Валентина Якурская. Валентина Якурская. Практика ченнелинг все более привлекает внимание ищущих духовного роста. Ваше мнение об этой практике. Планирует ли школа единого знания включать ее в свою программу? Почему? Вы имеете в виду практику ченнелинга? Ну, это есть такая специфическая, если можно сказать, работа, когда человек получает возможность получать знания от кого-то, но он, как правило, не знает, от кого он получает эти знания. Ну, в свое время, еще в 90-е годы, я разговаривал с тем существом, которое находится на другом конце канала связи, и задал ему вопрос, вот есть там, скажем, ченнелинг с Плеяд, есть ченнелинг с Арктура, есть ченнелинг с созвездия Девы, Медведица, Валапаса, короче говоря, есть очень много разных ченнелингов, на что он мне сказал, это все я, вот, то есть, вы должны понимать, что вас обучают, вас, вам дают, задают определенные жизненные программы, а вы должны разбираться, что это за программы, они хорошие, или они плохие, они вас ведут вверх, или они вас опускают вниз, поэтому ченнелинг может быть всякий, вот, в том числе может быть совершенно бессмысленный и пустой, вот, это нужно иметь ввиду, просто у вас отбирают таким образом энергию, понимаете, и все, вот, сейчас используются просто как батарейку, поэтому здесь нужно, прежде чем, так сказать, бездумно этим заниматься, нужно подумать, что происходит с вами, и это для вас хорошо, или плохо, или, Татьяна Жиркова, уровень гармонии и чистота Шумана это одно и то же, или, или никак не связанные понятия, здесь, значит, сразу, как бы, два вопроса, один вопрос касается, значит, того, что существует собственная чистота для каждого человека, да, и с другой стороны существует способ измерения духовности человека, и для этого существуют уровни гармонии, вот эти две шкалы, они, в принципе, они могут быть расположены параллельно, вот, и использоваться как одна, ну, что ли, подсказывает то, что происходит с другой шкалой, ну, например, существует так сказать, нота ля, первая октава, она для каждого живого существа, она составляет частоту 432 герца, вот, и если вы, если вы попытаетесь ее совместить со шкалой уровня гармонии, то это будет как раз граница между 9-м и 10-м уровней гармонии, вот такое примерно соотношение, то есть можно сказать, что это не связанный, но параллельно идущие, параллельно идущие понятия, потому что, потому что энергетика, она тоже связана с, так сказать, с набором частот, или лучше сказать, с аспектором частот, который ее составляет, и здесь вот эти вещи, они, конечно, очень жестко связаны. Константин Моисеев, какие Евангелия вы порекомендуете к прочтению, есть ли они в свободном доступе в интернете или еще где. Есть изданные Евангелия, очень много есть Евангелий изданных, да, практически где-то более 20 штук, и они все изданы, вот, есть даже очень серьезные работы, которые обсуждают каждый из таких Евангелий, вот, можно почитать работы Фоменко и Носовского, вот, у них там очень интересный этот вопрос освещается, я советую с этим познакомиться. Елена Бабурина, в своей книге вы пишете, что возникла насущная потребность в пересмотре самой концепции здравоохранения, нужно прямо сказать, что медицина не в состоянии обеспечить одно здоровье людей в период перехода, это так, потому, что ее не интересует аналитика здоровья, которая и определяет на 80% исход событий в жизни каждого. На первое место выходит обязательный духовный труд каждого человека над собой. Основа успеха в руках людей, готовых к самостоятельной духовной работе уже сегодня. Ну, это вот цитата. сегодня в медицине происходит следующее. В Москве сокращают количество больниц, отказывают в помощи тяжелобольным и неизлечимым больным детям, отказывают в операции лечения людям, кому за 70, закрывают реабилитационные центры лечения наркоманов и алкоголизма и так далее. Как вы думаете, эти действия связаны с мировой концепцией сокращения населения золотой миллиард? Да, вы правильно понимаете. Или власти мощные знают о переходном периоде и не хотят вкладывать средства в биологический мусор? Нет. Первое. А именно так они называют наркоманов, алкоголиков, детей, инвалидов и пенсионеров. То есть и тех, кто явно переходный период не пройдет. Ну, они сами не пройдут, наверное, скорее всего. Поэтому здесь вряд ли они заботятся об этом. Максим Чекалов. Левя Вячеславович, скажите, пожалуйста, влияет ли борода и волосы на голове человека на его тонкоплановое, тонкочувственное восприятие мира? Еще как влияет? Есть ли какая-либо закономерность этих способностей от длины волос на голове и длины бороды? И каким образом стирик волос на голове и бритье бороды отражается на способностях танкоплановое восприятие мирового человека? И на всех людей это влияет. Значит, американцы во время Вьетнамской войны набирали в разведку разных людей. Там в частности были индейцы. Ну и были люди, которые привыкли бриться. И они обнаружили, что индейцы, которые носят длинные волосы, они более полно собирают ту информацию тонкоплановую, которую необходимо собирать разведчику. Вот поэтому это просто чисто такая практическая работа, которая была проведена и получена вот такие результаты. Но на самом деле это все давно известно, понимаете, что волосы не просто так существуют у человека. Вот это такие, если можно сказать, антенны, которые связывают его с тонким миром. Мария Козина. Если человек много лет страдает от лишнего веса, пробовал заниматься спортом, менять диету, проверялся на паразитов, ничего не помогает. Основная помеха постоянное чувство голода. Что это может быть? Лярвы, кармический недуг или что? Ну, вопрос может иметь очень сложный ответ, многоплановый, то есть может быть сразу несколько причин. Вообще нужно сказать, что лишний вес имеет несколько причин. Например, если вы постоянно испытываете чувство страха, ваш организм начинает накапливать жир для того, чтобы в черный день у него была возможность иметь энергию. Вот это один вариант. Второй вариант. Скажем, человек не может, как вы говорите, постоянное чувство голода. Вы не можете справиться с чувством голода. Попробуйте каким-то образом преодолеть это чувство. получить опыт голодания. Может быть, это вам поможет. Если пара осознанных людей хочет построить крепкую, здоровую, счастливую семью, что посоветуете делать? Достаточно ли обоим очиститься от кармы, отрицательных характерей, не грешить или что-то еще? Должна быть культура для того, чтобы люди могли жить и строить семью и на самом деле быть счастливыми. И культура это вещь непростая, она воспитывается, если можно так сказать, даже не годами и не десятилетиями, а столетиями. Поэтому если у вас есть возможность получить славянскую культуру или еще какую-то культуру, которая имеет серьезные корни многовековые, тогда можно построить крепкую здоровую семью. Ну и конечно нужно знать целый ряд информаций, о которых я уже здесь говорил. От кармы надо почиститься, конечно, нужно понять, нет ли таких кармических проблем, которые вам будут мешать вот эту самую замечательную семью струбуюсь. Леонора Гетманец. Леонор Вопрос следующий. Если не хватает определенных качеств характера, но их хотелось бы иметь, можно ли с помощью творческих установок их запросить свыше? Можно ли вылепить себя таким образом в ином облике с другим характером, приобрести лучшие качества и избавляясь от худших? Как последствия себя поддерживать на подобном уровне, используя вербальные установки? Но я сказал, что вербальные установки это вещь такая серьезная. Здесь вы хотите использовать это для того, чтобы изменить свой характер, но характер меняется посредством воспитания, понимаете, а не так сказать, не команды. вот поэтому я бы сказал так, что пока вы занимаетесь убиранием отрицательных черт характера, вы можете это делать сегодня. Если вы поставили себе задачу приобрести новые положительные черты характера, то здесь вы столкнетесь с тем, что нету культуры, которая вам это позволяет делать. То есть человек должен жить счастливо. Представляете, что такое? Жить счастливо должен. Вот у нас это не всегда получается, поэтому и говорить о том, чтобы приобретать новые положительные черты, это вопрос непростой. Раиса Павлючук. Как научиться аккумулировать свою жизненную энергию, как разумно и экономично ее расходовать? Бывают приливы сил, и начинаешь делать много дел, потом шарик сдувается, и понимаешь, что надо было бы сохранить часть энергии для будущего, но она уже потеряна. вы ставите такой вопрос, в котором вы должны сами на самом деле контролировать то, что с вами происходит. Во-первых, у вас не должно быть напряжений никаких, вы должны быть максимально расслаблены, тогда вы не будете терять энергию. Во-вторых, у вас не должно быть паразитов, то есть не должно быть ни демонов, ни лярв, ни людей, которые питаются вашей энергией, это тоже необходимо. Нужно бывать в таких местах, которые не едят вашу энергию, потому что если вы бываете, скажем, постоянно в патогенной зоне, у вас всегда будет очень слабая энергетика. Так, теперь как научиться аккумулировать? Энергию надо научиться получать. Значит, лучший способ получения энергии, это вы, когда делаете дела, их завершаете, вот этот положительный результат вашей работы, он дает вам радость. Вот радость это самая мощная энергия, которая у человека есть, вот и нужно ей пользоваться. Если же вы это не умеете, вы можете просить энергию у природы, конкретно у деревьев можете просить, вот, а можете пользоваться этой энергией, забирая ее у других людей. Так тоже бывает. Например, в семье, скажем, муж у жены берет энергию одного плана, а жена у мужа другого, например, он берет у нее творческую энергию, она у него сексуальную, или наоборот. Вот, это очень распространенная, так сказать, ситуация. Микалова Ирина. Лея Вячеславович, как относиться к иконам в доме? Обязательно ли их упирать? Сейчас многие говорят об отрицательном влиянии икон. Тогда как же читать ваши молитвы дома? Ну, во-первых, молитвы дома можно читать без икон. Единственная икона, которая нужна для чтения тех молитв, которые мы используем, это Акаписто Иисусу Сладчайшему. Вот, его, конечно, хорошо бы читать перед иконой. Но, если у вас нет иконы, вы можете пользоваться даже изображением на мониторе Христа. Это тоже будет вполне работать хорошо. Вот, теперь иконы действительно могут оказывать разное влияние. Вот, если вы чувствуете ту энергию, которая идет от иконы, то от хорошей иконы вы почувствуете поток тепла. Вот, от разрушительной действующей иконы вы почувствуете поток холода, как правило. Вот, это вот может вам подсказать с какими иконами стоит иметь дело, а с какими нет. Ульяна Черенцова. Кодекс Творца и общие законы мироздания это одно и то же понятие, но, конечно, нет. Вот, законы мироздания это вещь такая фундаментальная, вот, куда входит очень много различных и понятий, и моделей, и различных соображений, которые помогают человеку создавать себя, создавать свою жизнь. Вот, а Кодекс Творца это просто некоторые есть указания на то, каким конкретно, каким вещам человек должен относиться с уважением и какие вещи нужно использовать для духовного развития. Юлия Шалима, Леонид Вячеславович и всем присутствующим соратникам, мой вопрос к вам. Недавно я услышал точку зрения о том, что наша цивилизация упражняется, управляется архангами, о них еще говорили гностики. Каково же ваше мнение об этой информации? Правда ли это или вымысел? Если правда, то какое их влияние сейчас на человечество и сохранить ли сохранят ли они его в ближайшие годы? Сейчас идет перестройка или лучше сказать переход, потому что перестройка связывается с другими событиями обычно. Сам термин. И сейчас мы можем говорить не только об архантах, мы можем говорить об огромном количестве различных существ, которые занимаются эксплуатацией человечества. землю грабят, ни одна цивилизация еще дерутся между собой. Так что здесь понимаете, я думаю, что когда будет написана история во всем этом, вот тогда можно будет сказать, какое значение конкретно здесь играли, какую роль играли арханты. Александр Олег Вячеславович, как найти путь своего предназначения? жизнь подвела к новому этапу и поиску новой работы. Личные проблемы с родителями и ближайшим окружением на грани шока, через сильную внутреннюю боль дали толчок к внутренним трансформациям. После этого у меня сформировалось четкое и ясное ощущение, что новую работу надо искать в соответствии со своим предназначением. От этого родился вопрос, как понять свое предназначение. Ну, мы обычно не понимаем, что такое предназначение. Ведь когда вы живете, у вас внутри есть постоянный полномочный представитель Творца, который вашу жизнь ведет. Куда он ее ведет? К вашему предназначению. Если вы ощущаете вот эту руку, которая вас ведет, все отлично, вы идете к своему предназначению. Другое дело, что вы хотите использовать это знание для того, чтобы выбрать, скажем, специальность или выбрать то занятие, которое вам приятно. Но вы можете это делать независимо от этого. Вы выбираете то, что вам предлагает жизнь. Ведь жизнь-то вам предлагает тоже не просто так, а опять-таки в результате вашего ведения по жизни. Поэтому вы смотрите, что вам жизнь предлагает и используйте каждую возможность. То есть Бог вас не бросил, он вас постоянно с вами, он вас толкает то туда, то сюда, то... Вот, даже когда вы устраиваетесь на работу, вы должны понимать, что там могут быть совсем другие соображения. Например, вы очень легко устроились на работу, ну, прямо раз и все, и вас приняли. Это говорит о том, что на этой работе очень много ваших жертв, и вы должны с ним познакомиться. Больше ничего это не значит. Все остальное второстепенно. Поэтому вот есть очень много различных вещей, которые определяют выбор, выбор специальности, но вы смотрите, дворец вас ведет по жизни, вот он предлагает разные варианты, вы их используйте обязательно, попробовали туда, попробовали сюда, вот, сделали шаг, осмотрелись, посмотрели, это не ваше, все, да больше туда не шагайте, шагайте в другом направлении. И так постоянно, понимаете, постоянный поиск, постоянные проверки, постоянные выборы. Так, Татьяна Качаев. Лея Вячеславович, начала читать ваши молитвы, после прочтения рука тянется перекреститься, как учили родители, но читала о том, что тремя перстами это неправильно, над двумя. Нужно ли перекреститься после чтения молитв? И если да, то как правильно? Ну, если хотите креститься, то лучше, конечно, вот такой вот, вот такой вот мудрый, вот она, то есть двоеперсти. и на старых иконах вы это все увидите. Лея Вячеславович, после прохождения второй ступени, это Наталья Лунчакова, после прохождения второй ступени обнаружилось изменение в своей работе, методика изменилась, я вам очень благодарна, сразу пошли проверки от близких на негативные черты моего характера, с двумя справилась, а с одной провалилась, причем очень с виду незначительный случай, сын обманул в бытовом вопросе, ей молитвы читала и нашла в нем сама себя, обманывая, обида прошла, но все равно состояние внутри странное, как будто онемело все внутри, что с этим делать, как возвращаться в ресурс. Соберитесь селами и возвращайтесь, вот, вам помогут в этом плане молитвы, а есть такие молитвы, которые в этом состоянии, вот, такого раздрая, они помогают, вот, советую их почитать, они есть там. Вот, Виктор Корружев, в одном из предыдущих вебинаров ученица ступени номер два, не помню имени, интересовалась, правильно ли она поставила диагноз и изгнала или демоническую сущность. С ваших слов диагноз был поставлен верно, а вот демона изгнать силенок не хватило. Известно, что демоны тоже обладают различной силой, но тем не менее, вопрос, возможно ли духовную силу измерять уровни в гармонии или как-то привязываться к данной единицы измерения, чтобы это совершенно иные, либо это совершенно иные характеристики и требуются иные навыки. Если да, то следующий вопрос, каким уровнем гармонии должен обладать начинающий целитель, по вашему мнению, чтобы силёнок хватало на среднестатистического демона? Ну, не бывает среднестатистического демона, он всегда конкретный, понимаете, он всегда конкретный. Вот, есть бомжи, есть управители. Управители, они стараются человека, так сказать, выгнать из дела и жить без него, а бомжи это такие, я бы сказал, мелкие бесы, которые требуют просто, чтобы их регулярно кормили, но они тоже доставляют немало неприятностей, потому что они вас провоцируют на отрицательные черты характера, на проявления, а значит, вы можете и демона подхватить в такой ситуации, вообще всё, что угодно может произойти. Вы же себя разрушаете в эти моменты. Поэтому любой демон, он, так сказать, вреден. Я не знаю, каким образом можно измерять силу, вот, так, чтобы вы могли сказать, вот этого демона вы можете выгнать, а вот этого вы не можете выгнать, потому что надо мерить тогда каждого демона ещё, чего он на самом деле может, сколько у него сил. Лилия Юсупова, Лев Вячеславович, почему в новой диагностической карте отсутствует код 8, катастрофическое состояние души во время перехода, что означает аббревиатура при этом коде. Значит, она означает следующее, система ценностей больше 40, достоинства больше 10, ответственность больше 60. Эти три показателя, они представляют собой пороговые показатели, которые человек должен иметь, энергетику, которая подходит для нового мира. Ну, само собой понятно, что иметь энергетику мало, нужно ещё что-то иметь. Вот, я думаю, что нужно иметь, как бы сказать-то, востребованность нового мира в вас. вот, и что делать, если при диагностике этот код выходит? Что делать? Радоваться. Вот, дальше думать о том, что вы будете делать в новом мире. Вот, чем вы будете ему полезны, потому что я могу вам сразу сказать, что в первое время там не будет ни наблюдателей, ни нахлебников, будут только работающие. Вот, придётся вкалывать. Ну, конкретно что делать? Трудно сказать, понимаете, ещё всё зависит от того, что нам удастся сохранить, потому что этот кривой мир, он на самом деле ничего хорошего нам не даёт, но если мы сохраним природу в том или ином виде, понимаете, это нам сильно облегчит задачу. И вопрос по коду просто 9. Как работать над выходом из переходной зоны риска. Код вышел перед диагностикой внука. Ну, девятка, она, как правило, означает наличие системы самоликвидации, которая у человека может сработать. Это может быть, так сказать, новая система, а может быть рецидив старой системы. вот здесь нужно понимать такую простую вещь, что, например, вы идёте к врачу, и он вам говорит, да у вас всё в порядке. Это говорит о том, что на физическом плане, скажем, проблема, она ещё не, так сказать, не вышла на уровень диагностирования, на уровень диагностики. А на тонком плане вы её уже выявили. Ольга, можно ли любить духовную любовь и мужчину и жить с мужем, любя его и быть ему благодарным? Ну, конечно, можно, а почему возникают такие вопросы? Почему возникают такие чувства, как это назвать и какое этому объяснение? Как распознать любовь духовную и физическую? Ну, на самом деле, физической, духовной части присущей любви, поэтому что там распознавать-то? Она может и так, и так проявляться. Дело в том, что вы знаете, иногда говорят так, любить это значит уметь делиться тем, что у тебя есть. Вот, может быть, это вам поможет понятие, как надо жить. Ну, конечно, можно любить мужчину духовной любовью и жить сможем, любя его, быть ему благодарным. Всё можно, не только можно, я бы даже сказал, нужно, но не у всех получается, да. Виктор Шарымов, техника безопасности оператора при лечении людей, при избавлении от астральных сущностей, дара, лярв, утилизация в деталях, будьте добрый. Детали заключаются в том, главная деталь, что вы должны найти способ утилизации того, что вы у других людей взяли на себя. ну, вообще-то солнце сжигает всё. Вот если вы с ним соединитесь, у вас будет такая возможность. Анатолий Кулик, Леонид Славович, как работать над возможностью получать многомерную информацию? подскажите пожалуйста основные этапы этого пути. Что значит многомерная информация? Вот если вы имеете в виду многомерную медицину, то это одно. Если вы имеете в виду, что существует много измерений, то это совсем другое. Вот для этого нужно духовно развиваться, расти, и может быть даже вам понадобится не одна жизнь, а несколько для того, чтобы этого добиться. Чтение молитв по усопшему. Имеет ли это смысл в настоящее время? Это всегда имеет смысл, но не надо здесь усердствовать, потому что каждый раз, когда вы читаете молитвы, вы человека, который ушел из жизни, вы его тащите обратно. Ну, хорошо, если он еще не воплотился, а если он уже воплотился, представляете, вы начинаете ему, так сказать, путать карты. Вот это надо иметь в виду. Екатерина, отчего я всегда себя чувствую одинокой, даже в кругу семьи и близких, в больших компаниях и на праздниках? Что с этим можно сделать? Или это нормально? Я считаю, что одиночество надо заслужить. Если вы его заслужили, его ощущаете, вам это приятно, я вас поздравляю. Вот, если же вы при этом чувствуете какие-то, скажем так, неудобства, да, вот, значит, у вас еще все впереди, праздники, я имею в виду. Ирина Дорофеева, Леонид Славович, добрый день, что можете сказать про третью ступень, в каком формате и когда будет проходить? Я смотрел из всего потока 18 шагов, готовы для помощи людям. Ну, я по-моему, не касался этого вопроса на вебинарах. Я хочу это сказать, если больше тогда вопросов не будет. Дело в том, что у меня есть четкое ощущение, что третья ступень, она должна была бы закончиться тем, что мы вам даем канал, с помощью которого вы получаете информацию, вы получаете диплом, на основании того, что у вас есть канал и вы можете работать. Но мы этого не можем сделать в существующей ситуации, то есть, когда идет переход, вот, никаких каналов, никто вам достоверных каналов, никто вам дать не может, вы можете пользоваться такими каналами, которые есть, они всегда в той или иной мере, они кривые. Вот, поэтому я считаю, что непорядочно делать третью ступень, скажем, это же все-таки денег стоит правильно головного вам, как говорится, не дать. Но, с другой стороны, я считаю, что, в принципе, мы могли бы, мы могли бы давать человеку, таскать, какие-то другие возможности духовного развития. Вот, об этом надо подумать, вот, что это должно быть и как это делать. Вот, пока, пока, значит, вот я говорю, установка была такая, как я сказал, и мы не могли ее обеспечить, поэтому разговора пока третьей ступени нету. Ну, посмотрим, что, может быть, за ближайшие месяцы появится какая-то другая концепция. Леон Вячеславович, не могу не выразить мою благодарность за ваши книги, а вопрос в том, что у меня было знание человечества будет переходить в Пятое измерение постепенно, без конца света в 13-м году существует ли новая земля уже одновременно со старым миром, если на тонком уровне реабилитационный центр, об этом пишет журнал Мировой Ченнелинг. Ну, наверное, если Мировой Ченнелинг пишет, наверное, у них там есть реабилитационный центр. Но я пока что вот в той новой земле, которая должна будет быть на этой земле, да, я пока никаких центров не вижу. Вот, я вижу, на самом деле, очень тяжелую ситуацию, когда большинство людей не попадет в новый мир. И что понимать по этой реабилитации? Понимаете, ведь система безопасности нового мира или иммунная система, поскольку это живой организм, она организована таким образом, что если у вас нету определенной энергии, определенных частот, определенной духовности, по-разному можем говорить, вы туда просто не попадете. и все, и никакого разговора нет. Какой реабилитационный центр, кто вас будет реабилитировать, кто будет этим заниматься, где те люди, которые могут это делать. Представьте себе вообще уровень проблемы, и вы поймете, что это пока что просто, простые слова. я не вижу ни одного реабилитационного центра, который бы этим вещам занимался. Может быть, где-то это и есть, но если есть, расскажите конкретно. Будем радоваться вместе. Марина Клеметева. Левич Славович, здравствуйте. Уже давно чувствую, что профессионально перегорела. Но после того, как почистила карму, стало это ощущать очень остро. работа перестала приносить радость и появилась неудовлетворенность тем, что я делаю. Стало затягивать с выполнением работы, по моему мнению, бессмысленная часть работы. И вследствие недовольства начальника он ничего не говорил, но я прямо чувствую его негатив ко мне. И от этого мне еще печальней. Если раньше по закону Паретта я была в 20-е, в 20-ти процентах, людей, делающих 80% всех дел в бюро, то теперь я в 80-ти, которые делают 20-е, и это не мой подход к работе, но никак не могу заставить себя поменять. Чувствую, что не моя работа, хотя очень правильно раньше. да и начальники и коллектив хороший. Но здесь нужно как говорится по одежке протягивать ножки. Дело в том, что мир-то старый, а ощущения у вас новые. Вот как-то нужно это одно совмещать с другим. Это непросто. Желаю вам в этом деле удачи. Клавдий Янукович, Леонид Славович, в одном из своих интервью вы сказали, что чистых каналов нет, потому не будете нам открывать канал. Поясните, пожалуйста, с кем или чем в идеале нас должен был связывать канал? Можно ли считать каналом связь с нашим высшим я и с нашей монадой? Можно. Об этом можно было бы так и говорить, но ведь чем мы занимаемся, когда мы чистим карму, мы чистим как раз, то о чем вы говорите? Зависит ли частота предполагаемого канала от нашей частоты, но на все 100%. Если дело на каком уровне гармонии открывается чистый канал, нету такого уровня гармонии, аквариум не живет. Жизнь такая, система управления на земле такая, что никакого общества, когда он нет и быть не может. Сергей. Вопрос первый. 27 лет мужчина, болею заболеванием щитовидной железы, аутоиммунные, теряю идти, детям и так же почки барахлят. Все началось резко в конце шестнадцатого года, в том же году переехал в новую квартиру. После этого жизнь изменилась и чувствую себя почти инвалидом. Каждый день молюсь и читаю ваши молитвы, но не помогает. Что можете посоветовать? Ну, я уже говорил, что вы могли просто перейти и не только переехали на новое место жизни, но попали, скажем, с девятого уровня на десятый и все проблемы здоровья на вас свалились. Вопрос второй. Значит, карму надо чистить. Вопрос второй. Какие эффективные методы очищения пространства от негатива в квартире? Ну, есть много разных способов. Лучше все чистить огнем. Вот. Но есть и другие варианты. Что думаете насчет благовоний и православных икон? И то, и другое хорошо работает, если икона намолена, а если она просто сделана, и вы ее купили, ей еще надо намолить. Вот тогда она будет работать. Нина Лепилина. Лея Вячеславович, скажите, пожалуйста, к какому греху или демону относится прокрастинация? есть ли возможность от этой напасти избавиться или излечиться? Есть ли эта самая прокрастинация в запущенной форме? Я должен признаться, что я не знаю, что это такое, поэтому не могу отвечать на лень? Зато очень красивое слово. А чего делать? Я могу сказать так, если это действительно лень, то я могу сказать так. Вот я долгое время считал, что лень это очень хорошо, потому что она помогает каждый раз по-новому смотреть на то, что ты делаешь и изобретать новые методы, говорить новые истины. Можно делать по-разному, правильно? Если тебе лень говорить так, как раньше, то ты начинаешь делать это по-другому. Но казалось, что все не так просто. Казалось, что я перестал, мне стало трудно начать какое-либо дело. И тогда пришлось лень опять так сказать покрасить черной краской и все пошло нормально. Вот такая прокрастинация. Дина Арсенина, Лея Вячеславович, расскажите, пожалуйста, что это за ошибки? Пункт 13. Безусловно, неблагоприятный сценарий судьбы. Хочу осознать, какие ошибки этого пункта. Поясните, пожалуйста. Значит, все вот эти вот все все программы по пункту 13 и по пункту 14 это так называемые неблагоприятные сценарии судьбы. Они представляют собой блокировку различных видов человеческой деятельности. вот условные безусловных отличаются тем, что безусловные работают с самого рождения, а условные начинают работать либо при каких-то определенных событиях, которые происходят. Это может быть вам исполнилось скажем 17 лет, ну как будильник зазвонил. Может какое-то совершили действие, при котором это начала работать системы. Вот и то цифра, которую мы обычно сопровождаем каждый вот такой сценарий, она показывает сколько раз вы уже сталкивались с этой блокировкой, сколько раз вам закрывали кислород. И тогда вы начинаете понимать, что скажем в каком-то виде деятельности вы уже делать ничего не можете, чтобы вы не начинали делать и у вас ничего не получается. Если вы внимательно относитесь к твоей жизни, вы очень быстро найдете эти области вашей деятельности. Вопрос второй. Какие эффективные методы очищения пространства? Это мы читали. Так. Сергей Быстров. Левич Славович, как серьезное занятие спортом в целом и в частности таким интеллектуальным как шахматы способствуют повышению уровня гармоничности души человека. Очень хорошо способствует. Любой вид спорта он продвигает человека в определенной области. Как вы думаете шахматы вас где продвигают? в умении мыслить правильно? В умении анализировать умение планировать и соответственно значит умение взаимодействовать и как это сказать бороться. То есть это единоборство понимаете это не просто не просто какая-то вот такая игра понимаете это всегда еще дуэль душ дуэль чувств а не только интеллект расскажите пожалуйста о методиках самоочищения ауры человека в частности с помощью свечи но я честно говоря ничего такого конкретного никогда не применял поэтому наверное и наверное говорить об этом не стоит вот Ирина Дрофеева Ильич Славович добрый вечер у моей дочери Кондратьевой Василиса Максимовна карма поощущена была температура 10 дней 38-40 хочу разобраться в причине чтобы далее избежать данной ситуации зачем мне нужна была эта болезнь может быть есть какие-то варианты ну надо конкретно посмотреть сейчас у меня очень много вопросов просто я боюсь что мы не уложимся да там еще да все больше не будет так а время у нас сколько 19 останется время посмотрим хорошо так Елена Ирина Донул скоро придут ваши две книги освобождение сознания диагностика ощущения скажите пожалуйста с какой книги в первую очередь нужно начинать проработку стыдно за свои поступки они меня тяготят по жизни культивируем плохие эмоции ну и вот говорить о том что у вас плохо вы лучше бы сказали о том что у вас хорошо так я вам советую читать книгу освобождение сознания потому что диагностика очищения полной кармы это для тех кто собственно вот этой проблемой интересуется особо вот а если вас интересуют вопросы вот своего так сказать духовного развития то это освобождение сознания лучше потому что там это как-то немножко по-другому все изложено вот Роман Соловьев если у человека выпал код 651 взаимодействия с кармическими партнерами жертвами то у его жертвы всегда присутствует код 121 последствия кармические взаимодействия нет эти могут быть последствия у вас самого а у жертвы присутствует этот код только тогда когда жертва воплощается и взаимодействует с другими людьми потому что последствия они имеют тоже характер взаимодействий второе очистки с помощью молитвы от всей отрицательной энергии или энергетики это разные понятия но я думаю что здесь нету такой четкой границы я думаю что оба термина используются в одном и том же скорее всего смысле то есть когда речь идет об очищении имеется ввиду что у человека есть энергии вот которые необходимо убрать но это же и есть определенного характера энергетика разрушительная скажем энергетика так можно назвать вопрос третий 16 и 5 последствий вредных внешних социальных влияния что это что это что это например такое да это вот что такое кто-то на вас колдует вот или занимается магией а может быть даже и не занимается специальной магией но постоянно ваш адрес посылает если можно так сказать результаты результаты черт характера таких как зависть ревность раздражение возмущение вот вот такие вещи они человека тоже разрушают поэтому надо уметь себя вести в рамках таких что вы не только физически человеку не вредите но и энергетически тоже трофеев и вы говорите если человек не верит в демонов подселенцев у него в подсознании этого нет то и техники работать не будут но когда убираешь их положительными динамиками и выздоровление людей наблюдаются как можно это прокомментировать я думаю я думаю первое то что вы сказали вот здесь просто есть недооценка ситуации и она была у меня скажем так лет 20 назад вот поэтому такие высказывания могли от меня исходить но практика меня заставила пересмотреть этот вопрос Михайлова Ирина добрый вечер Лея Вячеславович у моей дочери постоянно болит горло что это можно ли это лечить молитвами спасибо но горло может быть болеть по-разному понимаете может это так сказать щитовидные фу щитовидные ну да щитовидная железа то есть иммунная система постоянно напряжена и поэтому горло болит может это быть постоянная инфекция которая бывает бывает в гландах бывает в аденоидах вот и это тоже может быть надо на самом деле посмотреть и поставить диагнозы хотя бы у врачей вот с этого начать вот но молитвами хорошо лечить когда горло болит от того что у человека отрицательные эмоции отрицательные черты характера здесь молитва помогает прям ну сразу на сто процентов то есть если вы испытали не так сказать отрицательную черту характера поймали себя на этом да то сразу считайте очистительную молитву и горло болеть не будет вот я проходила очистку науминга Юлия я добрый вечер Лея Вячеславович я проходила очистку кармы закончила в августе подскажите пожалуйста почему повторяются неблагоприятные сценарии судьбы а потому что продолжаются экзамены то есть вы сталкиваетесь опять с этой ситуацией но если вы ее не понимаете если вы ее не отрабатываете вот это будет продолжаться очень долго вот то есть вся весь смысл в том что вы должны осознавать свое поведение свою жизнь и реагировать на это если вы ничего не осознаете то это будет все время повторяться то есть экзамены идут а вы их не сдаёте Дмитрий как можно воспитать волю особенно в другом человеке пробовать надо пробовать доводить все дела до конца просто скрупулезно все-все-все дела доводить до конца это первое что нужно делать без этого воли никакой не будет Леонид Иславович мой муж страдает 30 лет биболярным эффективным расстройством раньше кризисы у него случались раз в 5 лет в последнее время за 2 года их случилось 3 как вы считаете биболярное расстройство это психическая болезнь или это какие-то ошибки кармы я думаю что тут есть и то и другое у меня такое впечатление что в депрессивной стадии владевают различные сущности забирают его энергию и подавляют его можно ли от этого вылечиться но чиститься нужно обязательно с этого мы обычно начинаем прежде чем мы вообще начинаем лечить человека его всякие внутренние проблемы мы должны убедиться в том что снаружи нету никаких на него нападений влияний внедрений так сказать попыток его изменить и так далее вот тогда вы уже можете заниматься внутренними проблемами Кристина Лея Вячеславович так это мы и написали так Качан Татьяна Владимировна 10 дней как начала проходить обучение в вашей онлайн школе сразу началась чтение всех молитв и понеслась в день позже нашла информацию что утром и вечером читать надо в спокойствии все это время чувствую физическую слабость сильно пробить давление это я сама себе навредила усердием или совпадение состояния здоровья и обучения уменьшить количество чтений молитв ну можно экспериментировать для того чтобы убедиться в чем собственно говоря состоит ваша конкретно проблема вот но мне кажется мне кажется что дело в том что вы просто очень сильно очень сильно увлекаетесь то есть ну как это сказать то есть вы читаете настолько увлеченно что у вас идут очень сильные положительные черты характера проявляются и они на самом деле влекут за собой явления которые вот мы называем вот которые собственно говоря механизм механизм этого сглаза он так же работает то есть вы нарушаете равновесие вселенной она она вас грубо взращает обратно с помощью отрицательных эмоций вот этот механизм у вас работает то есть попробуйте понять почему в церкви читается все очень монотонно вот потому что нужно именно вот в покое все делать Марина Ле Вячеславович скажите пожалуйста какое влияние оказывает на человека частоты сольфеджио ну я вам скажу так что на самом деле все все аккорды которые известны человеку да неважно это так сказать что это такое доминанта собдоминанта тоника вот все эти аккорды они представляют собой при разложении их в ряд они представляют собой эмоции вот если вы это понимаете вот то вы можете понять какое влияние оказывает на человека частоты сольфеджио так Ольга 2 скажите пожалуйста читать жизнеутверждающие мыслеформы нужно сколько раз каждый утро и вечер если вы составляете какие-то вот мыслеформы для того чтобы использовать их в духовно-созидательной молитве то читать нужно всего один раз добавление к вопросу про сыти на точнее настрой если я буду рекомендовать эти настрои болеющим раком я при этом карму себе могу наработать ведь это тоже таблетка а понять человеку свою ошибку может не дать ну конечно вы должны совет такой дать вот вы берете на себя только тогда проблему понимаете когда вы ее исцеляете в данном случае вы просто дали совет мой взрослый сын крайне болезненно реагирует на мои замечания даже жутливые критику других людей тоже не может принять в чем дело ну комплексы есть у человека надо их надо с ними бороться надо во-первых понять что это за комплекс и вот это могут быть и страхи это могут быть ситуации бывшей в прошлой жизни которые оставили вот такую болезненную так Светлана Лея Вячеславович есть ли информация когда темные покинут уже землю многие изновидящие видят будущую зачистку планеты но пострадают и светлые да я тоже так вижу я думаю что могут пострадать и светлые потому что не все светлые на самом деле действуют светло вот так я бы сказал понимаете и светлых есть такие которые не сподобятся как отличить человека с душой от робота это может это можно увидеть почувствовать если их более 90% можно ли это понять про себя членов своей семьи и всех остальных очень грустно отвечать на этот вопрос да Марина Лея Вячеславович Майдник показал что уровень развития моей души на 20 уровне и я не очень понимаю в этом нумерология подсказывает что я должна заниматься социалистом Майдник тоже можно ли может я себе мало доверяю спасибо ну если Майдник вам подсказывает что вы находитесь на 20 уровне вам нужно подумать о такой вашей проблеме как кумирство вы сказали что есть своя чистота для человека есть ли знание как повысить свою вибрацию есть некий прибор который работает торсионными полями но даже малая часть не принимается организмом идет сильные вибрации по телу когда у других при максимальном блаженстве и пользе физике ну конечно у всех все по-разному понимаете ведь вы используете прибор в какой-то определенной области в определенном диапазоне понимаете то есть вы конкретно работаете с каким-то скажем с какой-то частью тела или с какой-то с какой-то системой это может быть кровеносная система это может быть выделительная система ну и так далее здесь могут быть самые разные реакции вообще известно что у каждой у каждой болезни есть своя частота у каждой у каждой проблемы есть своя частота поэтому если вы вот этим знанием овладеете то вам станет непонятно все то о чем вы спросили но это непросто вот поэтому расскажите про славянские обереги почему сейчас их запрещают на уровне ФСБ не могу ответить на этот вопрос во-первых я плохо знаю славянские обереги во-вторых по второй части вопроса я даже не в курсе порекомендуйте нам всем и кому можно обратиться за дополнительными знаниями Мершим Шок Говоров Сундаков все можно и так далее но не знаю что там входит и так далее а эти трое вполне серьезные авторы и нужно прислушиваться к тому что они говорят в известных библейских заповедях используется частица не имеет место быть информация о том что ученые доказаны что частица не воспринимается человеком человек в мире любви вы даете актуальные сегодняшний день новый свод заповедей в которых также используется частица не вопрос ваше мнение относится частица не такой же как вы изложили но ошибки были у меня тоже не все как говорится сразу узнается человеком вот вы читая мои книги можете кстати говоря увидеть насколько и как меняется мое собственное мировоззрение вот это я считаю очень важно поэтому я своих книгах ничего не переделываю никогда вот издают так как было так как есть вот и получается что люди видят как человек сам меняется вот при неумелых действиях целителя он может изъять из исцеляемого взять от исцеляемого на себя если можно подробнее об этом механизме карма явление индивидуальное а вот что из перечня внешних воздействий целитель может взять на себя он может взять на себя абсолютно все от чего он лечит связь от различных учителей демона связи с другими формами жизни рептилоиды астральные сущности зависимости гипнотические магические колдовские подключения других людей да все это можно все это можно брать на себя либо что-то еще ну и все что от всей кармы от которой вы лечите вы все берете на себя и какова доля взятых на себя явлений либо демон полностью подсаживается на целителя а исцеляемый избавляется от этого явления или же это происходит по принципу распространения вируса исцеляемый не избавляется не избавился и целитель приобрел нет целитель берет на себя вот а потом уже он должен каким образом от этого избавляться ваше ваше мнение о приборе катушка межина и катушка межина горела исключительно положительно испытала себе советую пользоваться добрый вечер хотелось бы узнать источник где можно было бы узнать древние знания славянской культуры что наши предки вы могли прокомментировать какой источник веды читайте веды не хотелось бы пойти по неправильному пути знаний и благодарю за данные молитвы в ваших книгах читая их сутки проходят более продуктивно и сбалансированно благодарю Светлана Илья Вячеславович может ли быть такое что один в семье почистился от сущности а второй нет и от чего могут перейти к очищенному снова но обычно сущности не переходят от одного к другому и мы хорошо и там где они находятся другой вопрос что бывает так что мы удаляем сущность вот а человек в тот же день приобретает новую но это это не значит что вернулось старое это значит что человек схватил что-то уже новое вот механизм это известно как все это работает хотелось бы узнать про ваши встречи второй ступени скажем летом когда они планируются спрашиваю заранее чтобы уже сейчас мог бы на это число забронировать отпуск благодарю значит вся информация об этом будет обязательно на официальном сайте единознание точка ком не пропускайте большое спасибо за внимание очень рад был с вами взаимодействовать хочется передать Павлу так сказать микрофон чтобы он завершил нашу встречу большое спасибо спасибо давайте поблагодарим Ивана Вячеславовича вот Лев Вячеславович вот благодарность в чате можете написать посмотреть Лев Вячеславович чат не читал ну коллеги согласитесь очень приятно так просто посидеть послушать кто кто вот просто напишите в чате кто за время вот сегодняшнего эфира даже не задал вопрос но услышал какой-то инсайт получил слышал ответ на свой вопрос понял что ему дальше делать ну неважно вот просто пришло какое-то понимание озарение или просто на душе как-то стало хорошо светло ну во всяком случае поверьте что что мы вот эти мероприятия организуем я в части даже для себя организую потому что любое общение с Левом Вячеславовичем всегда да вот Ирина Дорофеева да Ирина Дорофеева Лев Вячеславович просил передать вам что свяжитесь с ним с Левом Вячеславовичем по скайпу по скайпу и обсудите лично ваш вопрос то есть он он вас помнит он вас всех помнит мне на самом деле понравился один ответ из вопросов что ну ребят ну уже большие мальчики большие девочки как бы почистили карму как бы да вот Лев Вячеславович очень круто на это ответил на самом деле поэтому да мы как бы все стали на определенную ступеньку вот тут я вижу что тут нас смотрят семеро из дома Гаури ребята привет очень мы рады вам большой привет и от Льва Вячеславовича и от меня лично очень очень классно это очень здорово давайте давайте я пару слов так 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 вот тут обращение есть от Светланы Светлана окей все принимается ну я зачитывать не буду уже как бы да ну кто надо прочитает пару слов хотел пару организационных моментов рассказать вот тут спрашивали по поводу ступени 2 ну пока пока вот Лев Вячеславович сказал что он будет отдыхать так сказать как Лев Вячеславович отдохнет на самом деле я вообще удивляюсь его работоспособности я всегда говорю что работа с людьми это вообще самая страшная ну не страшная а самая сложная работа да а еще работа когда с серьезными проблемами человека ты связываешься то это вдвойне это сложнее да поэтому Лев Вячеславович уходит так сказать на каникулы но если вы хотите с ним как-то взаимодействовать пожалуйста есть личные консультации я думаю вы уже кто-то проходили знаете как это записываться там на сайте есть вся информация куда так сказать где эта запись происходит записью занимается его помощница Мила надо с ней связываться по ватсапу поэтому вот ну я просто так говорю как есть да что когда у нас будут ступень 2 это все вот Лев Вячеславович как решит выйти с каникул так сказать еще на один так сказать заезд то мы об этом дадим знать но наверное это не раньше вот весны как бы будет поэтому сразу говорю смотрите я хотел мы закончили работу в онлайн школе и я хотел бы сейчас продемонстрировать собственно что у нас сейчас есть в онлайн школе для всех вас какой есть доступ к ступени 1 к ступени 2 и поэтому давайте я сейчас сам зайду в онлайн школу переключу включу демонстрацию экрана и собственно вместе с вами я вам просто хочу показать и то что уже создано и те результаты людей которые вот ну проходят обучение в онлайн школе я понимаю что мы все уже большие мальчики девочки да и как бы там возможно занятия дублируются но в любом случае я вам просто покажу как бы а вы уже сами для себя примите решение надо вам или это не надо так сейчас минуточку во всяком случае мы очень-очень старались чтобы это все сделать чтобы это действительно работало не просто работало на словах да а именно чтобы вы получили ну определенные так сказать следующие шаги в вашем развитии да так мне еще буквально минутку надо включить рабочий стол так 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 и у нас тут рабочий стол включается я да сейчас камеру отключу звук оставляю и включаю рабочий стол доступ к рабочему столу так коллеги напишите пожалуйста видно ли мой рабочий стол сейчас напишите в чате поставьте семерочки если все нормально видно посмотрю ставите 8 ручки не ставить ага все есть значит ну во-первых хорошая новость значит у нас закончился последняя ступень 2 про которую мы говорили завершающая да она проходила с 9 по 17 ноября было 27 участников еще раз мы очень рады что кто прошел так сказать успел запрыгнуть в этот последний пояс уходящего этого года да значит мы разместили все записи то есть вот для тех кто проходили в июне у нас ступень 2 те кто проходили в июле ступень 2 те кто в сентябре ступень 2 я вам рекомендую на самом деле посмотреть записи ступень 2 ноябрьской так сказать ну на мой взгляд это очень хорошие материалы и как Лев Вячеславович говорит что не бывает повторяющих семинаров да и вот ступень 2 она вообще лекции были очень сильно отличались от того что были на предыдущих ступенях то есть в принципе вот есть ступень 2 диагностика и очищение полной кармы да вот если вы зайдете в онлайн школу и вот есть лекции семинара да то есть здесь можете послушать лекции Льва Вячеславовича очень рекомендую послушать самую первую вводную лекцию почему я это рекомендую там Лев Вячеславович он ну так сказать сделал призыв ребят давайте строить новое созидательное общество которое будет жить по законам любви и лично вот мне вот это очень сильно зашло как бы да что и действительно вот то что он сказал это очень важно да поэтому рекомендую обязательно посмотреть хотя бы первое вступительное видео и все лекции которые были в ноябре они здесь все доступны можете послушать очень хорошая лекция по работе с маятником по работе с зеркалом опять же да вот у кого какие-то есть ли вопросы можете еще раз переслушать все очень очень тут грамотно сделано также мы разместили разместили записи йоги то что Екатерина у нас вела йогу ступень 2 вот папка ступень 2 йога с Екатериной Гаури то есть это записи заняты йогу с 9 по 17 ноября но несмотря на то что программа одна та же самая но Катя она сама совершенствуется она растет как мастер поэтому я вам также рекомендую то есть условно говоря если вот вы прошли в июле ступень и практиковали йогу по июльским записям вот возьмите сейчас включите записи ноябрьские посмотрите ну есть разница нет разницы нам даже это интересно на самом деле вот то есть все записи разместили и тут есть приятный бонус для всех кто был помимо записи у нас еще Аксиня перед йогой ввела фейслифтинг и здесь должны быть размещены записи вот я видите кто не знает Аксиню но Аксиню все знают да очень человек с активной жизненной позицией здесь есть записи по работе с лицом по работе с лифтингом как чувствовать себя моложе быть моложе именно на физическом плане вот можете записи эти посмотреть и еще Леонид я думаю вы все узнали Леонида у него тоже большой так сказать духовный рост хотел сказать карьерный рост духовный рост и он ввел открытые столы он ввел семинар первый семинар его назывался Тантра первое знакомство вот мы тоже также здесь разместили записи этого семинара я рекомендую к просмотру и второй семинар с ответами на опросы также можете послушать ну так сказать очень интересные тематики все это есть в записи вот ступень 2 вот зайдете в записи занятий йогой 9-7-17 ноября там мы вот разместили вот эти все материалы эти бонусы интересно вам кто посмотрит поставьте семерочки опять это что касается ступень 2 то есть те люди которые вот приезжали на наши получается сколько у нас 4 или 5 этих выездных семинаров было да то есть вот вы можете посмотреть у кого есть доступ только к ступень 1 а сейчас самое интересное да вот внимание барабанная дробь все не надо ставить семерочки сейчас самое интересное вот у кого есть доступ к ступени 1 это доступ 1 ступень 1 это включает доступ непосредственно к онлайн школе да то есть мы условно говоря закончили формирование вот этого онлайн школу да онлайн школу Льва Вячеславовича да и там мы закончили размещать наши все практические задания да я вот сейчас кратко расскажу что собственно что туда входит да в онлайн школу это как работать с молитвой здесь записано отдельное видео по работе с молитвой да очень хорошее видео на самом деле далее как работать с духовно-созидательной молитвой вот сегодня Лев Вячеславович много рассказывал как ну так сказать создать свою молитву как исправить какие-то ситуации жизненные, вот, пожалуйста, духовно-созидательная молитва. Как работать с духовно-очистительной молитвой, в каких случаях ее использовать, для чего она вообще нужна, как здорово она работает. Потом, вот, ну, частично вы смотрели видео по работе с водой, здесь также вот рассматриваем, как, собственно, использовать бытовое применение молитвы. В пятой неделе мы учимся создавать собственную молитву, собственно, уже, вы уже, так сказать, пройдя первые четыре недели, уже можете, готовы будете создавать собственные молитвы. Неделя шестая – это задание по выявлению деструктивных мыслей, именно вот то, что, так, условно говоря, нас точит постоянно, то, что вот эти все... Ну, условно говоря, вы осознаете, что все мысли – это есть вкладки каких-то определенных структур, важны наши голоды, откуда эти деструктивные мысли берутся, если вы их начнете отслеживать, то это большая победа будет, так сказать, над самим собой. Вот про это шестая неделя. Неделя седьмая – избавляемся от лишнего, это больше и с тайм-менеджментом мы взяли, что под словом подразумевается лишнее, узнает тот, кто дойдет до седьмой недели. Неделя восемь – это тоже больше из тайм-менеджмента, как правильно управлять все время, потому что время, ну, что самое ценное в нашей жизни? Не деньги, самое ценное – это наше время, время нашей жизни. Это единственный ресурс, который вообще никак нельзя восполнить, да. Ну, опять же, мы здесь все продвинуты, да, и имеется в виду, скажем, время этого воплощения, наверное, правильно будет говорить, да, то есть то, что здесь и сейчас. Понятно, есть там реинкарнации и так далее, кто-то мне скажет, что нет, Павел, там, ну, как бы, ну, как я прочитал недавно в книжке одного святого, там написано, что я ни на минуту не хочу продлить свое присутствие здесь, я буду здесь находиться ровно столько, сколько мне, так сказать, отведено, а дальше я уже ухожу на божественные планы, да, как бы, поэтому время ценное на самом деле. Ну, и как Лев Вячеславович говорит, да, что мы здесь все находимся в аду, в принципе, да, это наш мират, кто, ну, кто хочет находиться, и важно, помимо духовных практик, ну, уметь на бытовом плане вообще работать со своим временем, про это здесь рассказывать. Собственно, это неделя про то, что выжирает ваше время, да, и как избавиться от этих выжираний. Далее, неделя девятая мы собрали лучшие видео по работе с маятником, где Лев Вячеславович рассказывает, как работать с маятником, как работать с диагностической карты, все это есть вот до девятой недели, кто дойдет до девятой недели, молодцы, там, повторите материалы. Потом неделя номер десять, работа с отрицательными чертами характера, условно говоря, вы уже знаете, как работать с маятником, можете поработать сами, определить по карте количество своих отрицательных черт характера и поработать по методике, которую предлагает Лев Вячеславович. Все это также рассказывается подробно в видео, по-моему, даже сорокаминутное видео, а нет, это семнадцатиминутное видео, да, здесь записали. То есть все есть в видео, пожалуйста, заходите, смотрите, все подробно рассказывается. Ну, если вы, конечно, хотите четко знать свою цифру отрицательных черт характера, это, пожалуйста, идите на личную консультацию к Леву Вячеславовичу, он с вами поработает, либо вот, можете с вами попробовать. Далее, неделя номер одиннадцать, работа с зеркалом, работа с душой, то есть это вот здесь Лев Вячеславович рассказывает, как работать с зеркалом. На самом деле, Лев Вячеславович не очень хотел этот урок включать, но он сказал окей, как бы, да, потому что в зеркале можно увидеть помимо много чего лишнего, так сказать, но в любом случае какие-то базовые знания вы тут получите, поработаете с зеркалом, поэтому мы со мной включили этот урок. Неделя двенадцатая – это работа с телом, здесь почему важно и нужно работать с телом. И неделя тринадцатая, вот, это как-то ключевая цифра тринадцать, да, это вот видео по поводу вашего предназначения. Мы, честно, это видео еще не сняли, оно будет здесь, вот, поэтому, но это одно из ключевых, ну, я думаю, смысл вы уже поняли, да, что чувствовать руку Бога – это ваше предназначение, но опять, чтобы это осознать, мы вопрос проработаем. То есть все это есть для вас в онлайн-школе, для тех, у кого есть ступень один, ступень два. Единственный момент, что уроки вам открываются последовательно, то есть у нас в Аксине, так сказать, наш тот самый шлагбаун, который решает пропускать вас дальше, либо не пропускать вас дальше, но у нас больше является шлагбаумом, что вы написали просто какой-то отчет выполненной работы, да. Я единственное, что могу сказать, что вот люди, которые выполняют эти задания, да, вот под каждым заданием есть лента комментариев, то есть вы тут можете как бы задавать вопросы какие-то, вот, но вот те люди, кто уже проработал, работает, вот я вот мотаю, специально показываю, да, то есть очень-очень классные результаты. Даже те, кто уже прошли ступень один, ступень два, они со мной, вот, посмотрев видео, вот, да даже я, вот, ну, я сколько раз слушаю Льва Вячеславович, да, я каждый раз его слушаю по-новому, я всегда что-то для себя нового улавливаю, вот какую-то, какую-то вот, даже, можно сказать, какую-то запятую, какое-то правильное расставление приоритетов, но ты понимаешь, что, ага, вот здесь не дорабатывал, здесь не доработал, здесь неправильно понял раньше информацию, что на самом деле это так, да. И поэтому я рекомендую все-таки вот вам, ну, у вас есть доступ онлайн-школе, у вас уже все оплачено, да, вот, все, пожалуйста, заходите, работайте, нам, правда, будет очень приятно с каждым из вас поработать. Вот, есть люди, кто уже работают, просто ради интереса, я даже, честно, не готовил сейчас, вот, возьму, допустим, урок, создаем собственную молитву, да, вот, то есть люди задают вопросы, вот. Вот, ну, мы подготовим для вас, так сказать, лучшие отзывы у тех, кто проходит обучение, чтобы вас замотивировать, да. Так что, есть онлайн-школа, все это работает, пожалуйста, добро пожаловать, приходите, занимайтесь. Ну, помимо онлайн-школы, также напоминаю, что есть запись базового семинара, майского семинара, базовые навыки целителя, есть запись йоги из Екатерины Гаурии, это, условно говоря, самая первая запись, кстати, вот Екатерина подготовила 20-минутное видео йога на каждый день, мы, я думаю, его тоже разместим в онлайн-школе, сможете также заниматься. Также, по всех, у кого есть доступ к онлайн-школе, у вас есть доступ к электронным версиям книги, я, честно, перешел на электронные версии книги. Я раньше считал, что живая книга в руках, это, это очень круто, это книга силы и так далее, да, но мне, правда, надоело таскать постоянно эти книги, талмуты таскать в портфеле, и я все поставил, сейчас все электронные книги на телефон, и я вам хочу сказать, что я их начал в 2-3 раза быстрее читать, и очень крутая информация стала внедряться, ну, может быть, это у меня какой-то там, так сказать, мутация произошла телефонная, да, то есть, если раньше вообще был большой противник телефонов, да, старался по минимуму их использовать, сейчас я там очень активно читаю книги. То есть, в принципе, все это вы можете ставить на свой телефон и работать с любыми молитвами, с любыми книгами. Та же онлайн-школа, просто заходить через телефон, все это есть, все это адаптивно, все это работать на мобильных, на планшетах, пожалуйста, смотрите, слушайте. Ну, вот такое организационное объявление, то есть, еще раз подведу итоги, да, что если кто-то хочет чистить карму, конкретно под руководством Бава Вячеслава, чем сейчас, это только через личный прием, через личную консультацию, все, есть записи на сайте. Кто хочет именно учиться в онлайн-школе, да, вот у кого-то уже есть доступ, если у кого-то нет, то можете связаться с нашими менеджерами, да, написать, позвонить нам, либо написать онлайн-консультантами, онлайн-консультантам на сайте вам расскажут, как получить полный доступ. Если есть... Если есть какие-то еще организационные вопросы, напишите мне. Можете мне всегда написать, позвонить, вот Маргарита у нас, менеджер Аксинья на связи. Ну, плюс еще дополню, что у нас есть наши супер-супер-супер WhatsApp-группы, которые работают даже ночью, там, даже зайдешь туда в 2-3 часа ночи, обязательно кто-то выложит какое-то интересное видео, вот если вы еще, вас нет в этих WhatsApp-группах, тоже напишите нам в техническую поддержку. Есть две группы, есть неофициальная группа, называется «Йоги-боги». Мы ее, честно, никак не контролируем, это создал один из участников. Там все, там как бы замес такой хороший, но там действительно есть очень интересные материалы. Есть официальная группа «Единое знание», там мы больше выкладываем поменьше материалов, но все, что связано с творчеством Льва Вячеслава еще больше. Поэтому сами решайте, какая группа вам лучше, у нас, так сказать, все открыто. Ну что, друзья, на этом все. Еще раз спасибо вам за участие. Вот Лев Вячеславович говорит, надо, Павел, домой ехать уже. Шучу. До новых встреч. Когда у нас будет следующий вебинар, мы объявим это. Ну, объявим, как бы придет уведомление. Я не обещаю, что будет еще эфир до конца этого года, да, но в 2020 году, в январе, мы тоже точно с чем-то. Да, вот Лев Вячеславович говорит, на всякий случай с Новым годом, но, возможно, мы запишем какое-то видеосообщение. В принципе, в соцсетях мы стараемся раз в неделю что-то размещать интересное. И будем стараться все-таки вас держать в курсе, так сказать, чтобы мы все не расслаблялись, да. Все. Всем хорошего вечера. Еще раз спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваше участие. Вот, Лев Вячеславович вас благодарит. Мы на связи. Запись, запись сегодняшнего эфира мы обязательно разместим. Завтра в онлайн-школе, вот, кстати, все записи, еще я забыл сказать, в онлайн-школе, вот, если вы только недавно подключились к онлайн-школе, то вы можете посмотреть также записи предыдущих вебинаров, да, то есть вот есть раздел вебинара Льва Клыкова, вот уже было сколько, четыре вебинара мы провели, этот пятый вебинар, вот, записи всех вебинаров также есть в онлайн-школе. Пожалуйста, смотрите, там тоже это формат ответов на вопросы. Всего хорошего, до новых встреч.